Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся в центре города Кокшитау. Сейчас в Кокшитау спокойно. Люди здесь, в снежном городке, катают детей на горках. Все вроде бы хорошо. Полицейские стоят, дежурят по всей площади. Но мы сюда пришли не просто так, мы пришли сюда, чтобы взять интервью у людей, которые пришли помочь полицейским. В принципе, помочь всем, нам, казахстанцам и кокшитауцам, они собрали добровольные народные дружины, так называемые, и помогают патрулью вродь город и обеспечивать правопорядок в нашем Кокшитау. Сегодня мы встречаемся с представителями спортивной общественности Акмолинской области, Александр Малдогалиев. Он возглавляет ту самую инициативную группу, которая вызвалась помочь правоохранительным органам и сформировали добровольные народные дружины. Алимжан, расскажите подробно, чем сейчас занимается добровольная народная дружина? Наша задача защитить нас, город, от этих мародеров. Мы просто помогаем военнослужащим, помогаем нашему городу, чтобы наши дети, наши родственники, чтобы все было нормально и в городе, чтобы было спокойно. Конечно же, это наша страна, наш город, наш дом родной, поэтому мы всегда рады, всегда защищать будем, потому что если мы не будем показывать пример нашим детям, кто будет показывать пример? То есть по всей области работают, да? Да, это на территории Ахмолинской области работает основная масса, это молодежь, которая действительно болеет за свой регион или за свой город, село, поэтому здесь работа серьезно идет. А любой может прийти, связаться с вами и записаться в отряд добровольной дружины? Любой, не любой, но в любом случае есть общество, разные общественные объединения, федерации, управление спорта у нас есть, которые непосредственно записывают людей, берут контакты, чтобы... Мы же знаем, разные же у нас есть люди, которые от души приходят, есть люди, которые не от души приходят, поэтому всегда идет, как бы в этом деле, конечно же, сперва присматривать на этих ребят, чтобы пустить, не пустить, потому что у нас и в городе ночью разные люди есть, которым надо просто хорошие слова, можно сказать, или просто провести домой, или просто надо выдержку свою показать, поэтому в этом деле, конечно, нужен человек, который есть сила воли. Сколько людей сейчас приблизительно в дружине? Ну, вчера только было где-то больше ста человек было только в дружине, вчера. Ну, я думаю, сегодня еще придут люди, которые действительно будут беспокоиться, переживать за стабильность нашей страны. В основном патруль идет по ночам? Ну, в основном патруль идет по ночам, когда идет вот именно с 11 начинается комбинатский час, с этого времени где-то часа 3-4 ходим по ночи. То есть идет связь непосредственно с полицией, да? Там что-то фиксируется? Ну, мы с первой полиции регистрируем у полномочного полицейского, и мы с ним вместе ходим по улице. А кто состоит в основном в дружине? Ну, в дружине в основном коллективы спортивного общества, культура, образование, сакимата люди есть. Ну, со всех учреждений, которые непосредственно записывались в эту дружину. Есть люди, которые просто приходили и говорят, вот мы хотим тоже поучаствовать? Да, конечно, бизнесмены. Да, конечно, здесь же защищаешь свой очаг, здесь же никто никого не заставляет, свой очаг защищаешь, поэтому любой может прийти. Хотите ли вы обратиться к жителям Кокшетау, нашей области? В этот период мы должны придерживаться комендантский час, и желательно бы, чтобы следили за собой, за своими семьями, за своими детьми. Ну, разные может быть, поэтому я желаю всем удачи, успехов, и пусть процветает наша страна, и мы действительно народ нашей страны. Мы всегда будем защищать честь нашей страны, и чтобы было все нормально. Спасибо большое за то, что вы делаете, удачи вам и всего самого хорошего. Мы обязательно контакты, как связаться с добровольной дружиной, оставим в описании к этому видео. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, жмите лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мы постараемся максимально обеспечить вас информацией о том, что творится в нашем регионе, в Ахмельнской области и городе Кокшетау. Желаю всем всего хорошего и мирного неба над нашей страной, над нашей землей.